Недавно вышла информация о том, что Озон выходит на IPO, на Насдаке, и в связи с этим я хочу ближайшие два видео посвятить этому. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий, но сейчас я хочу рассказать, что такое IPO вообще. IPO это когда акций не было на бирже, а они потом раз и появились. Они появляются в результате IPO. IPO это аббревиатура английская, переводится Initial Public Offering, то есть первичное публичное размещение акций. В чем проблема? В том, что, смотрите, когда акции торгуются на бирже, то у них цена определяется рынком, то есть есть спрос, есть предложение на акции. Акции могут расти, могут падать. А какая цена должна быть в начале? Самая первая. Вот это и определяется в ходе IPO. И как вообще эта процедура происходит? Дело в том, что вы знаете, что все акции, которые торгуются на бирже, они должны быть абсолютно надежные, инвесторы должны быть защищены и инвесторы должны понимать, что это не фикция какая-нибудь и не финансовая пирамида. Согласитесь, поэтому процедура выхода компании на биржу максимально формализована и достаточно сложная. То есть вот эта процедура IPO, она достаточно сложная, дорогостоящая, не каждому по карману. Сейчас я объясню почему. Ну смотрите, что такое акции, которые торгуются на бирже? Это, каждая акция, это доля в компании. Для того, чтобы компания вышла на биржу, она должна удовлетворять некоторым условиям. Ну, там минимальный объем работ, который, она уже, ну так сказать, минимальная стоимость этой компании, минимальная оценка активов этих, там, ну в районе 30 миллионов долларов должна быть уже. То есть компания должна предварительно зарекомендовать себя. Компания должна быть уже, ну работать в течение, как минимум, ну там 5 лет, насколько я помню. Должна уже осуществлять деятельность свою. Теперь далее. У компании должен быть абсолютно, абсолютно прозрачны следующие данные. То есть абсолютно прозрачная структура акционеров. Абсолютно прозрачная схема бизнеса. То есть куда компания вкладывает средства, куда эти средства идут, за счет чего она получает прибыль, какую деятельность она делает и куда эти деньги уходят. Уходят, распределяются, каким образом, сколько денег компания тратит на так называемый капекс, то есть на инвестиции, на расширение бизнеса, на увеличение бизнеса, на основные средства. Сколько средств из прибыли она оставляет на развитие бизнеса, сколько распределяет в качестве дивидендов, какие дивиденды, какая прибыль получена за последние как минимум 3 года. То есть вот эту всю информацию в соответствии с требованиями каждой биржи, они очень жесткие. Компания должна предоставить кому? Будущим акционерам. Должны быть, во-первых, договор депозитарный, где будут храниться эти акции, кто их будет учитывать. Да, компания для того, чтобы выйти на IPO, заключает договор с каким-то инвестиционным фондом, с крупным очень, на выход на IPO. И вот та компания, с которой она заключает договор, готовит все документы для выхода на IPO. Эта компания называется ангеррайтер. Компания должна стать абсолютно публичной. И компания берет на себя обязательство ежеквартально публиковать свои отчеты, которые акционеры ждут. И в зависимости от результатов деятельности компании уже потом будут определяться, ну, акционеры принимают решение держать эти акции или сбрасывать. Вот такая процедура. А в процессе IPO, что происходит? Сначала собираются все вот эти данные, потом идет регистрация, потом объявляется дата проведения первичного аукциона. На этом аукционе определяется цена акции, которые идут в процессе IPO. А потом уже, после того, как аукцион прошел, начальная цена определена, открываются торги уже. Компания, акции компании включаются в листинг биржи и уже они находятся в свободной продаже. Акционеры, которые подписались на IPO, могут продать эти акции сразу после начала открытия торгов, а могут через какое-то время. Это тоже входит в условия IPO. То есть, есть там такой период, локап, по-моему, период называется. То есть, вы на IPO получили эти акции, но вы продать, например, их не можете в течение какого-то периода. А может быть сразу. Ну, о детали я расскажу в следующем видео на примере компании Озон, которая выходит сейчас на IPO на бирже Насдак. Сейчас все. Смотрите следующее видео. Оно появится вон там. Ну, а сейчас лайк и до встречи. С вами был Демитрович Юрий.